Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова программы «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Здравствуйте! Строительство, так даже и полуофициально называется, заместитель руководителя администрации по строительству, строительство социальных объектов, строительство жилья, определение места, где это можно делать, организация процесса и так далее. Ну, помимо этого будут еще некоторые темы. Начнем, пожалуй, все-таки с самой главной, которая действительно самая, наверное, пристальное внимание наша администрация уделяет. Строительство детских, дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений. Два раза в неделю лично, руководитель администрации Васильевич Валов совершает объезд по этим площадкам, я имею в виду детские сады, их у нас три в муниципальном видении. Иногда идет хорошо, иногда не очень, поэтому давайте сразу посмотрим видеосюжет. Не о том, как был объезд, я еще раз повторяю, что каждую неделю, даже два раза в неделю проводится, а произошел некий вот такой достаточно острый диалог, так скажем, во время одного из такого объездов, было буквально неделю назад. Давайте посмотрим, что произошло. Традиционное выездное совещание с застройщиками детских садов прошло на площадке садика в первом советском переулке в Щелкове. До сдачи соцобъектов остаются считанные дни. От строителей требуются ежедневные отчеты, плюс дважды в неделю Алексей Валов лично бывает на стройплощадках. Он проверил исполнение данных ранее поручений, спросил, как продвигаются фасадные, штукатурные работы, монтаж, благоустройство. По словам строителей, есть задержки в поставках оборудования и материалов. На площадке в новом городке возникли финансовые проблемы. Генподрядчик деньги от администрации района получил, но не перечислил их непосредственным исполнителям. Алексей Валов вызвал руководителя к себе. Участникам совещания сказал, что поручился за скорую сдачу детсадов в правительстве области. Названы сроки. Однако порой отсутствие положительной динамики в работе наводит руководителя района на мысль, что его, мягко говоря, дезинформируют. В результате прямо во время совещания был уволен один из чиновников, отвечавший за строительство. Наступило время радикальных мер. Мы всегда их применяли, только незаметно старались каким-то образом поберечь людей, понимая, что других пока нет. Теперь понимаем, что уже эти сроки прошли, и, соответственно, принимается и кадр решения, и административные решения, которые позволят все-таки в те сроки, которые мы определили, сдать объекты. Но даже когда сады достроят, какое-то время будут вскрываться недоделки. Так произошло с детским садом номер 58 «Жемчужина» в микрорайоне Солнечный. Один его корпус сдан три года назад, второй – два. В процессе эксплуатации на территории начались размывы грунта, подтопление подвальных помещений. Специалисты считают, что виновата плохая гидроизоляция и наличие рядом брошенного коллектора. Со строителями и работниками сада Алексей Валов обсудил меры, которые позволят исправить ситуацию. Спланирую, отмостку поднимем сантиметров на восемь асфальтом. Соответственно, под здание не пойдет. Сегодня в Щелковском районе строится семь детских садиков. За исключением тех, что на контроле у руководителя администрации, остальные – инвесторские. У всех строителей сейчас непростое экономическое положение. Поэтому три садика точно примут малышей к первому сентября, до конца года, возможно, и больше. Ну вот по ситуации, которая прозвучала в репортаже, первую половину не будем комментировать. Алексей Васильевич все сам прокомментировал, я имею в виду. Кардинальные меры в отношении неразивых чиновников – это понятно. А вот вторая часть сюжета – то, что сложилось в садике «Жемчужина» в микрорайоне «Солнечное», в общем-то, не просто относительно новое, а совсем новое. Два-три года – это не срок для такого строения. И, тем не менее, какие-то, видимо, недоделки были. Вопрос такой, то, что сейчас мы гонимся за сроками сдачи наших трех садов. Не повторится ли такая ситуация, как в «Солнечном»? Хороший вопрос. На самом деле, сейчас чуть-чуть методы работы и контроля у нас поменялись. Конечно, скажу так. Зимой мы очень сильно гнали сроки, причем шли мы семимильными шагами, то есть у нас по 3-5% в неделю исполнения строительных объемов присутствовало. Но в определенный момент мы поняли, что, как говорится, если быстро, то качество, к сожалению, мы вряд ли получим. И буквально последние три месяца мы полностью переориентировались на то, чтобы работы были сделаны, в первую очередь, качественными, ну и, соответственно, в те стройки, которые поставлены. Сейчас мы ведем регулярно, проводим три серьезнейших совещания в неделю по как раз строительству этих социальных объектов. Это как раз в среду, в пятницу и в субботу. То есть у нас три дня строительных, которые отведены полностью за работой всех этих подрядных организаций и строителей. На данный момент стройконтроль полностью отвечает за весь строительный объем на этих объектах. Авторский надзор также присутствует. То есть мы в полном диалоге со всеми этими организациями. То есть на данный момент контролируем процесс на все 100%. Мы планируем в ближайшее время уже первый детский садик сдать до конца этого месяца. Это в Медвежьих озерах. Также в середине июля мы планируем к окончанию строительных работ. Это детский садик в Новом Городке. И последний детский садик, который будет построен за бюджетные муниципальные средства. Это детский садик на Первом Советском переулке. Сроки окончания строительства этого детского садика это 1 августа 2016 года. Также хотел бы отметить, мы не останавливаемся и также контролируем процесс тех садов, которые строятся за инвестиционные деньги. То есть это еще 4 детских сада. Это и в Гребневском поселении ООО Гранд строит. Это и СУ-22 в Сверловском поселении, в Анискинском поселении. Также это в городском поселении. То есть века строй, микроэнгагаринский встроен, пристроенный детский садик. Так что полный контроль за всеми этими детскими садами ведется еженедельно. А также забыл еще отметить, один детский садик в микроэнге Потапова, тоже в городском поселении Щелково. Это вот стройбетон застройщик рядом с микроэнгагаринским. То есть все эти 4 детских сада также находятся у нас под полным контролем. Вот. Ну, Алексей Васильевич очень ответственно подходит к этому мероприятию очень жестко. Вот. Я думаю, что все обязательства перед Московской областью у нас обязательно будут выполнены. Ну, а главное обязательство это перед нашими жителями и детьми, соответственно, это как бы наша главная задача. То есть перед жителями отчитаться не просто о готовности этих объектов, а сделать эти объекты качественные. Вы сказали, что за каждым объектом ведется авторский контроль. Если можно, вы подробно поясните, что значит авторский контроль. Страна архитектора. Авторский контроль. То есть перед тем, как начинается строительство, всем известно, что делается проект. Этот проект обязан пройти государственную экспертизу. То есть ни одно бюджетное учреждение, будь то спортивное, культурное, учреждение доп. образования, либо образовательное учреждение, оно не может выйти, не пройти экспертизу государственную. Это обязательно условие. После того, как будет пройдена экспертиза, строители приступают, выходят на строительную площадку и начинают строительство. А для того, чтобы контролировать процесс исполнения всех тех нормативов, именно исполнения по проектной документации, по рабочей документации, то есть выполнение правильности строительства по проекту, это и есть как раз авторский надзор, который четко наблюдает и следит за соответствием правильных выполнений работы. Спасибо. У нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте. Вас беспокоит Барченко Валентина Ивановна, Пустовская, 16, председатель Совета дома. Мы с вами как-то встречались во дворе нашего дома. И у меня вопрос в связи со строительством детского сада по первому советскому 24 и благоустройству нашего двора. Потому что когда это будет благоустроиваться наш двор? Потому что когда начиналось строительство, и нужно было подвести коммуникации к детскому саду, наш двор весь перекопали, а сейчас у нас ни в детской площадке, ничего нет. Спасибо. Никита Александрович, как готов ответить? Ледина Ивановна, готов ответить на вопрос. Правильный вопрос, на самом деле, очень важный. На сегодняшний момент есть ряд, так говорить, тех неудобств, которые были нанесены жителям. Да, были и проведены коммуникации. Но на сегодняшний день застройщик обязуется восстановить все комплексное благоустройство этого двора. Мы на сегодняшний день уже определили место для благоустройства как раз детской площадки. Совместно с вашим депутатом по, к сожалению, не помню округ, Антоновым, мы встречались по этому вопросу. Согласовали место. И в ближайшее время мы планируем с помощью застройщика убрать те бетонные плиты, которые находятся у вас во дворе. Также планируем организацию дополнительных парковочных мест для жителей. Эти работы должны быть проведены в ближайшие полтора-два месяца. То есть как раз параллельно с теми строительными работами, которые будут вестись на детском садике. Спасибо, Никита Александрович. И в продолжение темы строительства социальных объектов в нашем районе. О дошкольных образовательных учреждениях поговорили. Теперь давайте о средних школах. Так скажем, уже не первый год идут разговоры о том, чтобы ликвидировать вторую смену у нас в области и в районе тоже, естественно. С очередью старше трех лет детские сады покончили, слава богу, и все равно садики строятся. Ну правильно, потому что жилье строится. Но с второй сменой в школах пока еще не удается справиться. И вот таких четыре, наверное, тоже основных объекта, связанных с расширением места для учащихся. Это пристройки к школе в Медвежьих озерах, пристройка также к школе номер 11, микрорайон Чкаловский, и строительство новых школ в микрорайонах Солнечной и Жигалова. Что можете сказать, каковы сроки, когда это вот примерно хотя бы реализуется? Ну, на данный момент начнутся школы с пристройки в Медвежьих озерах на 275 мест. Мы, будем так говорить, попали в эту программу Московской области по как раз строительству двух школ. Это вот пристройка в Медвежьих озерах на 275 мест, также микрорайон Солнечной. На сегодняшний день в Медвежьих озерах вышла организация, которая нам проектирует эту школу, пристройку. Уже мы провели четыре рабочие группы. Причем хотел бы также отметить, что одна рабочая группа проходила на уровне глав архитектуры Московской области. Мы очень жестко отстаиваем позицию, чтобы эта школа была комфортная, доступная, то есть инновационная. Мы добавляем новые площади в этой школе, чтобы детям было комфортно и было как можно больше места. То есть на сегодняшний день организация проектирует эту школу. И срок окончания проектирования этой школы это 1 сентября 2016 года. То есть к началу этого нашего нового человека. Да, это закончится проектирование этой школы. После того, как закончится проектирование этой школы, мы сразу объявляем конкурентные процедуры, объявляем конкурс на строительство этой школы. То есть деньги выделены Московской области. То есть начало строительства этой школы будет уже в этом году. То есть что касается другой школы в микрорайоне Солнечной, там тоже достаточно хорошая ситуация. То есть мы попали в программу Московской области также. Деньги на строительство школы выделены. На данный момент проект этой школы уже был создан. То есть пройдена госэкспертиза. Но, к сожалению, так как проект был создан в конце 2014 года, по новым требованиям Московской области, в частности глав архитектуры, нас попросили пересогласовать несколько разделов этого проекта. Раньше до 2015 года классы должны были по нормативам до 65 квадратных метров. Сейчас по новым нормативам Московской области и федеральным нормативам классы должны быть не меньше 77 метров. Соответственно, проектировщики сейчас перерабатывают эту школу. В ближайшее время мы также пройдем заново экспертизу и, соответственно, готовы выйти на конкурентные процедуры для того, чтобы запустить строительство. Планируем, что строительство начнется также в третьем квартале 2016 года. Задача у нас стоит одна общая. Андрей Юрьевич поставил, что 1 сентября 2017 года эти школы две должны быть построены. Конечно, сроки очень сжатые. Мы будем делать все возможное, но постараемся выполнить свои обязательства. То есть, по крайней мере, хотя бы в тех своих возможностях, которые у нас получатся. Но школы эти обязательно будут... А вот можно спросить, проект школы солнечной, это будет такая же современная, как 17-я, которую сдавали в прошлом году, и 12-я? Это будет новая школа. Это будет школа, можно сказать, по последнему слову техники. То есть, она будет абсолютно инновационная. То есть, таких школ в Московской области еще пока не было. Вот. Эта школа будет лучше, чем 17-я школа. Вот. Первая школа такая же должна появиться в Сергиевом Посаде в следующем году также. То есть, вторая такая школа должна появиться у нас в микрорайоне Солнечной. Ну, а как насчет Жигалова и Чкаловского? Также хотел бы сказать, что в микрорайоне Жигаловском запроектирована школа на 350 мест. На данный момент также пройдены экспертизы. Земельный участок сформирован. На сегодняшний момент, после того, как инвестор, застройщик, будет закончено строительство, то есть, и будут введены дома, то есть, он приступит к строительству этой школы. То есть, мы на данный момент ждем, планируем начало строительства в 17-м году. То есть, именно начало строительства. Что касается школы Жигалова, вопрос достаточно сложный. Вот. На данный момент жители очень серьезно беспокоятся по этому вопросу. Вот. Застройщик сформировал земельный участок. Вот. Разработал проект. Этот проект также прошел госэкспертизу. Но, к сожалению, столкнулся с такой же проблемой, как и в Солнечном. То есть, так как эта школа запроектирована была в 2014 году, она не соответствует нормативам. Вот. Она очень дорогая получается. Вот. И застройщик принял сейчас решение, то есть, переделать этот проект, дабы удешевить строительные материалы. То есть, не с целью ухудшения качества, а именно с целью новых инновационных материалов. То есть, дабы построить быстро и достаточно качественно. Вот. И после этого готов также приступить к строительству этой школы. Вот. Но хочу также отметить, что в связи с определенными финансовыми сложностями, не только в нашей стране, но еще также в Щелковском муниципальном районе, да, то есть и в региональном бюджете. То есть, на данный момент мы, к сожалению, не смогли попасть в программу Московской области. Но очень надеемся, что мы пойдем в программу Московской области на следующий год со строительством школы уже того. Ну, а вот 11-я школа, вернее, пристройка к ней в Щелковском? Пристройка к ней, она должна быть построена, то есть, при софинансировании как районного бюджета, так и бюджета застройщика. Но в связи с определенными финансовыми сложностями у этого застройщика, то есть, работы остановлены на их объекте. Также ведем с ним плотный диалог по этому вопросу. Надеемся, что буквально в ближайшее время этот микрорайон, то есть, будет достроен. То есть, по крайней мере, мы содействуем и делаем все возможное, чтобы эти обязательства перед населением были выполнены. В первую очередь, застройщикам. Спасибо. Другая тоже очень болезненная, такая важная тема, конечно, это расселение аварийного фонда, ветхого жилья, как мы говорим. Вы тоже курируете этот вопрос. Давайте сейчас посмотрим сюжет о том, как проходила встреча с жителями 14-го микрорайона. Давайте посмотрим. С нетерпением улучшения жилищных условий ожидают жители домов на улицах Центральной и Кооперативной. Жалобы, мягко говоря, оправданы. Их дома построены еще в первой половине 20-го века и заслуженно считаются ветхим фондом. Возможность переехать в новые комфортабельные квартиры предоставил инвестдоговор застройщика. Договор развития микрорайона номер 14 заключен с компанией инвестпроект МСК и реализуется уже несколько лет, предполагая не только строительство 11 многоквартирных домов, но также пристройки к школе номер 16 на 500 мест детского сада, рассчитанного на 125 ребят. Однако самым актуальным вопросом районные власти считают расселение 40 ветхих домов. Из 19 зданий жители уже переехали в новостройки. Однако 160 семей все еще ждут улучшения жилищных условий. Отселено 19 домов в данном микрорайоне. И в плане отселения до конца 2018 года еще 21 дом. Определенная заминка в реализации договора была вызвана тем, что с 1 января 2015 года полномочия по выдаче разрешения на строительство перешли на уровень Московской области. В результате основные моменты будущей застройки пришлось снова согласовывать с областными ведомствами. Однако теперь вопрос решен. В ближайшее время будут завершены работы на площадке нового дома на улице Первомайская. Ну вот кто-то уже успокоился, по крайней мере, известно, что жители сказали, что да, мы понимаем ситуацию, конечно. Конечно, экономическое, юридическое, готовы еще потерпеть. Но понятно, что 14 микрорайон он не один, где у нас ветхое жилье. И, естественно, уже, наверное, притча в языцах стала. Казарма, так называемая, это дом 19 по первому советскому. И конюшня, дом номер 4 по новой фабрике. Дома, вот, с одной стороны, конечно, они исторические, дореволюционные постройки еще, с другой стороны, сами понимаете, жить, конечно, там, мягко говоря, очень сложно. Что ждать жителям, скажем, вот этих объектов в ближайшее время? Ну, в ближайшее время достаточно хорошие перспективы, жители ждут. Мы очень плотно на протяжении вот уже полугода работаем в этом направлении. То есть также были проведены встречи с жителями, то есть были данные разъяснения. Отчасти кому-то, каким-то жителям уже и дорожные карты были показаны. То есть, в принципе, на сегодняшний день, если говорить по, как вы говорите, казарме, вот, мне очень близок родной этот дом. Можно сказать, я был как раз депутатом по этому дому на протяжении 7 лет. Вот. Вот. На самом деле, в этом году планируется уже начать расселение. Вот. Компания ПИК, благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву, строит семимильными шагами. На сегодняшний момент, значит, строительная готовность составляет порядка 85%. Вот. На объекте постоянно находится около 200 человек. Вот. Уже построено 22 этажа из 25. То есть, один корпус будет 25 этажей, оставшиеся корпуса по 12 этажей. Вот. Там предполагается расселение 323 квартир. Жители, конечно же, ждут этого. Вот. Все моменты мы стараемся сложные урегулировать. Вот. Квартирограммы практически у всех есть. Нет только у тех, кто не заявил желание их получить. Вот. Вот. Но на сегодняшний момент, то есть, опасений мы с этим застройщиком никаких не видим. То есть, застройщик идет с опережением графика на три недели. Вот. На данный момент это один из немногих застройщиков во всем Пщелковском муниципальном районе, который вот идет с таким опережением. Вот. Также хотел отметить, что и жители новой фабрики, конечно, в удручающих условиях они находятся и живут. То есть, но на сегодняшний день есть застройщик, который зашел в микрорайон, вот, купил, переуступил, получается, то есть, тот дом, который был недостроен, стоял. Сейчас его приводят в порядок, подводят туда все коммуникации, то есть, и первые два дома уже в этом году будут переселены в этот новый дом. По какому адресу? Это, к сожалению, сейчас номера домов не скажу, не вспомню, но два дома будут в этом году, будут по новой фабрике. То есть, это в этом же микрорайоне, да, новая фабрик. Конечно, да. Потому что не готов сказать сейчас номера этих домов. Будут переселены уже в этом году. Также там планируется комплексная застройка всего микрорайона. Микрорайон достаточно интересный получается, очень насыщенный, красивый. Вот, также планируется там ставить те больничные корпуса, вот, которые там располагаются, то есть, создание всей социальной инфраструктуры, то есть, ну, а в дальнейшем, как известно, там пройдет объездная дорога, вот, через мост на фабричный. То есть, в принципе, да, достаточно комфортная инфраструктура получится в этом микрорайоне. Ну, а вот, такой, можно сказать, обратная сторона медали, да, если говорить о сохранении исторического наследия, те же два дома, у нас в городе не так много домов, такого возраста, понятно, что это не памятники архитектуры, но, тем не менее, два дома до революционной постройки, рубежа 19-20 веков, понятно, что людей расселят, сами дома планируются как-то сохранить, может быть, благоустроить. Вы говорите про казарму? Про казарму и про конюшню, собственно, да. Ну, на сегодняшний момент по, значит, первому советскому переулку, дом 19, так называемый, казарма, там находятся три корпуса, где проживают как раз 323 семьи. Конечно, здание мы считаем историческим, достаточно красивым, то есть, и с Алексеем Васильевичем уже неоднократно по этому поводу общались, то есть, мы будем делать все возможное, дабы сохранить эти здания и, соответственно, оставить, привести фасадные части в порядок, то есть, и сделать все несущие перегородки, привести их в порядок. Вот, мы сможем говорить об этом только в тот момент, когда, конечно же, будут переселены жители, то есть, мы не хотим сейчас никого будоражить по этому поводу. Вот, сразу могу сказать, что вопрос сноса этих трех корпусов на сегодняшний день не стоит и никогда не стоял. Вот, даже когда приезжал Андрей Юрьевич Воробьев, то есть, этот вопрос поднимался, но Алексей Васильевич сразу сказал о том, что мы планируем разместить в этих трех корпусах детский досуговый центр, то есть, чтобы там могли находиться, то есть, детская школа искусств, хореографии, художественная школа детская, то есть, может быть, какая-то спортивная школа, ну и так далее. То есть, максимально сохранить социальную инфраструктуру и как раз в этих трех корпусах. Вот, ну, планируем сохранить и оставить. Первым делом люди потом уже будут заботиться. Конечно, ну, безусловно, да. Самое главное, что в первую очередь идет безопасность. Мы, почему, и занимаемся сейчас переселением очень оперативно. Андрей Юрьевич понимает, насколько это серьезно, особенно после того момента, как упала в вечернее время, в ночное время балка. Вот, как раз я, можно сказать, через 20 минут буквально прибыл на это место и увидел, на самом деле, эту страшную картину. Это очень хорошо, что там никто не находился, как раз вот в той ванне, где, в принципе, могли и ребенка купать. Хорошо, что ночью было, и никто не пострадал. Спасибо, Никита Александрович. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях сегодня у программы «Диалог» заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Никита Никулин. Это программа «Диалог». Оставайтесь с нами. Буквально через три минуты вернемся в студию. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по строительству Никита Никулин. Еще раз добрый вечер, Никита Александрович. Напоминаю, телефоны прямого эфира, телефоны нашей студии. Вы можете звонить и задавать вопросы моему гостю. Итак, 567-1440, 567-1450. Но мы продолжим наш разговор. Поговорили о строительстве социальных объектов, детских садов, школ, строительстве жилья для наших жителей. Есть еще одно направление, на которое вы отвечаете. Это контроль за выполнением программы предоставления земельных участков многодетным семьям в нашем районе. Насколько я помню, порядка тысячи семей у нас стоит на учете, как многодетные семьи. Многие уже получили. Все или еще осталось? Правильно сказать, стояли. Сейчас они уже не стоят. Да, это указ президента. То есть на сегодняшний день за ближайшие 2,5-3 года было выделено около тысячи участков многодетным семьям по всем жителям Щелковского муниципального района. То есть выделены земельные участки по всему Щелковскому муниципальному району. На самом деле мы одни из первых по как раз нашим всем районам Московской области, кто достаточно хорошо выполняет все региональные и федеральные эти требования. То есть мы даже некоторых коллег опережаем по этому как раз пункту. Что хотел бы отметить. Да, земельные участки были выделены. Сейчас мы готовимся и планируем к выделению еще одного достаточно большого поля. Уже на сегодняшний день были выделены участки в таких поселениях, как Турбинское, Фриановское, Аниськинское и Овудневское. То есть всего было выделено 10 полей. То есть поля абсолютно разные. Рельеф тоже у всех разный. Инфраструктура абсолютно разная. Подъездные дороги есть где-то хорошие, где-то не очень, а где-то есть совсем плохие. Хотел бы подчеркнуть, все эти земельные участки были выделены абсолютно бесплатно. На сегодняшний момент, да, мы ведем, собираем постоянно рабочую группу, собираем как раз постоянно и глав всех поселений для того, чтобы навести, создать хорошую инфраструктуру, то есть навести порядок на всех этих полях. То есть приоритет на сегодняшний день у нас, конечно же, это подъездные дороги. Потому что некоторые поля элементарно очень сложно подъехать, для того, чтобы была возможность подъехать и хотя бы поставить свой забор, то есть а не нести его на спине, как говорится. То есть мы, конечно же, стараемся сделать все для того, чтобы выполнить в первую очередь эти требования. Ну и также ведем работу и с электросетями, подключение к электроэнергии, и также ведем и с газовым хозяйством, то есть также ведем диалог с разными структурными подразделениями, то есть такими, как водоканал. То есть на сегодняшний момент очень много нерешенных вопросов, но есть дорожная карта, которую мы стараемся с каждым днем решать более интенсивно. И уже на сегодняшний день, в принципе, есть понимание, то есть как мы в этом году сделаем подъездные эти дороги к многим этим участкам. Была такая ситуация, что как раз вот с вновь заселенными жителями, я имею в виду те, кто получил участки многодетных, многодетные семьи, возник некий конфликт с местными жителями, которые там уже давно жили, это, по-моему, Вторая Алексеевка, вроде как старожилы протестовали против того, чтобы по их дороге ездили и возились в стройматериалы. Удалось как-то этот конфликт разрешить? Ну, конфликт был, он на самом деле на сегодняшний момент есть. Но что хотел бы отметить, да, это также наши жители, это многодетные семьи, это не какие-то гости нашего района, да, то есть это те люди, которые живут в нашем районе. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что хорошо было, когда были поля, вот, когда эти поля никак не культивировались, то есть, может быть, была какая-то определенная красота, но наши жители тоже нуждаются в земельных участках, в своем каком-то пространстве. Вот, что касается Второй Алексеевки, мы паспортизировали на сегодняшний момент ту дорогу, которая подходит не только как раз к участкам для многодетного, но и паспортизировали всю дорогу, которая проходит по деревне. То есть, та дорога, которая многие-многие года не ремонтировалась, и в силу того, что бюджет поселения вряд ли бы смог полноценно сделать новую дорогу, то есть, только благодаря тому, что там появились вот сейчас многодетные семьи, то есть мы сможем заложить определенные деньги через бюджет Московской области для того, чтобы дорога была полностью вся восстановлена и сделана в хорошем виде. То есть, мы как раз будем к этому стремиться, и вот уже сейчас достаточно этот вопрос серьезно поработан уже. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер. Мы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, позвоните, пожалуйста. Значит, я хочу... Никита Александрович. Да, вас как зовут? Анна Ивановна. Да, вот. Слышим? Да, да, да. Говорите, пожалуйста. Я хочу поблагодарить вас, ваших коллег, нашего депутата Ельяну Александровну Калаганову, Юрия Николаевича Родионова. Благодаря вас наш двор, пролетарский 17, вошел в губернаторскую программу. И я к вам обращалась, вы, наверное, помните. Вот. Я обращалась на прямую линию к Юрию Николаевичу Родионову по поводу тренажеров. Так вот, хочу сказать спасибо. Слово вы сдержали. Площадку уже сделали. Осталось только установить тренажеры. Вот. Спасибо вам большое, Никита Александрович. Единственное, что у нас с вами осталось... Что-то осталось. Осталось, да. Ой, я... Анна Ивановна, если можно чуть-чуть покороче, конкретнее, что осталось? Скандинавская дорожка. А. Скандинавская дорожка. Я помню это, да. Спасибо. Спасибо, Анна Ивановна. Очень редко, конечно, слышу слова благодарности. В эфире чаще всего проблемы поднимают, когда коли... Ну что, скандинавская дорожка будет? Да, скандинавская дорожка будет. На самом деле, спасибо за слова благодарности. Вот. Да, по поводу скандинавской дорожки, это... Мы как-то... Была такая программа, она сейчас есть. То есть мы решили организовать, найти... Нашли человека, который организовал в городе Щелково скандинавскую ходьбу. После того, как мы полностью замостили всю территорию городского детского стадиона и парка, то есть у нас теперь от городского детского стадиона и до площади Ленина промежуток участок, то есть 2,5 километров идеально ровного асфальта. Конечно же, для жителей очень удобно гулять с колясками, гулять, ходить, ну и, соответственно, мы решили сделать эту скандинавскую ходьбу. Есть человек, который этим занимается, то есть постоянно по городу водят порядка 12-15 человек, но не просто водят, а еще с какими-то элементами, то есть истории, которые... Ну, рассказывать элементы истории, то есть которые есть в городе Щелково, присутствуют. И вот было обращение как раз от жителей, чтобы такой же маршрут создать где-то в микрорайоне солнечной. Вот. На сегодняшний момент этот вопрос проработан. Вот если Алла Иванова ко мне придет, то есть я расскажу, как это будет выглядеть. Да, то есть, в принципе, готов принять в любое время удобное, как будет возможность. Спасибо, Никита Александрович. Давайте вот вернемся к развитию наших городских и сельских поселений. Вот конкретный пример. С одной стороны, вроде как жители Второй Алексеевки были недовольны появлением новых соседей на своей территории, да, на прилежащей территории. С другой стороны, получилось, что они от этого выиграли, потому что без новых жильцов не отремонтировали бы дорогу. Ну, это как один такой частный пример. А вообще, насколько я знаю, что у нас жители принимают участие в общественных слушаниях, посвященных развитию поселений. Вот не так давно прошли как раз такие слушания в селениях Трубинское и Фряновское. Давайте посмотрим видеосюжет на эту тему, а потом поговорим о дальнейшем развитии. Сегодня в Щелковском районе ведутся публичные слушания по внесению изменений в генеральные планы городских и сельских поселений. Поселение Трубинское насчитывает более 4 тысяч жителей. Еще 10 лет назад, после прекращения работы городообразующего совхоза 10 лет октября, население в буквальном смысле слова вымирало. Сегодня есть и заполненный детский сад, и школы. Но стабильного омоложения Трубинское еще не достигло. Дальнейшее развитие, занесенное в генеральный план, предложили жителям в процессе публичных слушаний. На территории запланирована постройка еще двух физкультурно-оздоровительных центров, реконструкция больницы, фельдшерско-акушерского пункта, пристройка к школе на 300 мест, строительство новых детских садов. Жители интересовались выделением территории под кладбище, судьбой погибающего леса перед деревней Мишнево, пунктами оплаты коммунальных услуг, а также затронули проблемы с мусором, с которым не справляются мусоровозящие компании. Очень понравилось то, что наши коллеги из администрации Челковского района и из сельского поселения, из администрации, на все отвечали, все записано, все будет профильтровано, рассмотрено и будет принято к дальнейшему исполнению. Главный вопрос, касающийся чуть ли не всех жителей Челковского района, строительства объездных дорог. С дорожного вопроса начались публичные слушания Ива Фрянова. В соответствии с генпланом на территории планируется поставить четыре детских дошкольных образовательных учреждения, реконструировать больницы с увеличенным числом коек, разместить три новых фока со встроенными бассейнами, расширить зоны кладбищ, коммунальных и производственных зон. На памяти поселка это уже второй генплан, планируемый к реализации. Негативный опыт первого заставляет властей переслушаться к жителям сразу, обсудить все вопросы, не вынося противоречий на массовые митинги. Предложения и вопросы жители власти продолжают принимать и протоколировать. Согласование генерального плана пройдет до 1 июля этого года. Ну вот жители сами решают, каким быть их поселению. Вопрос такой после этих публичных или общественных слушаний. Как много предложений вынесли жители в генпланы своих поселений? И насколько реально выполнить все пожелания граждан? Ну, я хотел бы начать с предыстории. И, конечно же, главным заказчиком генеральных планов Московской области является сама Московская область. То есть, да, и непосредственно всех районов это тоже является Московская область. Глав архитектуры Московской области. Исполнитель этих генпланов является научно-исследовательский институт градостроительства и системного проектирования. То есть, на сегодняшний день наша функция какова? То есть, мы полностью аккумулируем всю информацию. То есть, мы собираем со всех наших структурных подразделений полностью всю информацию. То есть, вносим ее в генплан. То есть, вся та информация, также подчеркну, которая есть вообще по всем направлениям, по всем зонированиям. То есть, мы также перепроверяем их, то есть, вносим эту информацию, добавляем. И уже после этого выходим в личное слушание. То есть, работа по проекту генерального плана достаточно серьезная. По этим рабочим группам мы собираемся регулярно каждую неделю. И, соответственно, уже после этого выходим в жители. Что касается жителей, конечно же, у жителей очень много разных предложений. Они, на самом деле, все практически имеют место быть. Они все очень серьезные. Мы ведем протокол. И после этого, то есть, все замечания, они вносятся, конечно же, в протокол. То есть, ни одного вопроса не остается без внимания абсолютно. Вот, как уже было отмечено, на сегодняшний момент публичные слушания прошли в двух поселениях. Это в городском поселении Фрянова, там прошли 25 публичных слушаний. И также в сельском поселении Турбинское, там прошли 9 публичных слушаний. На самом деле, я очень рад тому, что у жителей есть очень активная гражданская позиция. И мы прекрасно понимаем, что, как правило, на публичные слушания приходят именно те люди, кому не безразлично судьба их поселения. Они прекрасно понимают, что это не просто проекты. То есть, это именно то, с чем жить в ближайшее время. То есть, ну, в качестве информации хотел бы отметить, что генплан, он состоит из двух частей. То есть, это первый этап реализации этого генплана, это до 2022 года. Второй этап реализации этих генпланов до 1935 года. Конечно же, самый главный и сложный вопрос, это по дорожной инфраструктуре. Никто никогда не хочет, чтобы была дорога рядом с его домом, с его хозяйством, с его магазином. То есть, там, либо проходила через его собственность или их собственность. Но для этого мы и собираемся, чтобы мы могли маневрировать, либо давать какие-то рекомендации Московской области, чтобы вот эти вот недочеты были исправлены. Потому что мы работаем в поле с населением. То есть, конечно же, тот институт, который проектирует этот генплан, много информации не знает, возможно, видит не совсем с той стороны, с которой мы видим. Но вот поэтому мы полностью прорабатываем этот генеральный план. Никит Савченко, ну, мы поговорили о генеральных планах развития поселений. Ну, все равно понятно, что Турбинское поселение, да, как вот мы слышали, 4 тысячи населения, а городское поселение Щелково – это примерно в 30 раз больше. Генеральный план Щелково уже у нас в 2012 году рассматривался, в 2014 году его, так сказать, признали несостоятельным. Два года уже прошло с этого момента. А сейчас что делать в этом направлении, когда Щелково получит свой генеральный план? Ну, хотел бы отметить, что, правильно вы заметили, что городское поселение Щелково, оно у нас обособленное, очень крупное. Большая лежит ответственность за этот генеральный план. На сегодняшний момент ни в коем случае мы не стараемся куда-то бежать, сломя голову. Мы стараемся проработать этот генеральный план таким образом, чтобы учесть максимально возможные интересы, в первую очередь, конечно же, жителей, всех собственников, всех предприятий, застройщиков, ну и так далее и тому подобное. То есть гонка здесь на сегодняшний момент, она не важна. Также отмечу, что этот генеральный план кардинально отличается от генерального плана, который был, проект генерального плана, который был представлен в 2014 году. То есть он очень серьезно отличается от того проекта. И на сегодняшний момент мы тщательно работаем над этим генеральным планом таким образом, чтобы все структурные подразделения, а это и образование, и спорт, и экономика, и ЖКХ, и дорожное хозяйство и так далее, то есть все без исключения дали и сделали именно свои замечания таким образом, чтобы уже в дальнейшем, как говорится, не было стыдно перед жителями за этот генеральный план. Ну и, конечно же, после того, как мы обсудим все эти вопросы основные, мы выйдем к жителям, покажем, расскажем, жители также внесут свои изменения, предложения, то есть по всем объездным дорогам, по всем мостам, по всем скверам, паркам, зонам рекреации, по всем границам этого поселения. То есть это, конечно же, тоже очень важная, неотъемлемая часть. Ну а когда примерно ждать готовый материал, я имею в виду, для обсуждения публичного? Ну, на сегодняшний день мы планируем в течение двух месяцев его также еще над ним поработать и после этого уже выходить на публичное слушание, то есть как раз, чтобы мы уже были готовы и, соответственно, как говорится, жители увидели хорошую работу нашу. Никита Александрович, у нас осталось буквально полторы минуты до конца эфира. Хотелось, конечно, поговорить еще о перспективах, если можно, буквально в двух словах о том проекте, который у нас уже начал реализовываться и к дню города и района вроде как должен завершиться. Я имею в виду создание пешеходной зоны на Парковой улице. Как она изменится? Вот прямо, если можно так. Она изменится кардинально, то есть это будет очень хорошая, новая, абсолютная улица, бульвар пешеходный. То есть мы делаем акцент на то, чтобы жители больше гуляли, чтобы ширина пешеходной зоны была не менее 15 метров. Мы хотим там разместить, соответственно, комплексное благоустройство, то есть это и зеленые разные малые формы, то есть также лавочки, то есть также какие-то модульные конструкции. То есть в дальнейшем и памятники архитектуры мы как раз отводим для этого места. То есть планируем размещение. То есть эта улица должна, значит, находиться, то есть проходить от площади Ленина до сквера Пушкина, то есть около ДК улица достаточно длинная получится, пешеходная. Ну и достаточно зеленая. Да, и достаточно зеленая. Мы постараемся сохранить максимально все деревья, мы постараемся сохранить всевозможные памятники, которые уже там есть. Ну и также хотел бы отметить, что в декабре месяце планируется окончание открытия, то есть перинатального медицинского социального. Спасибо, Никита Александрович, спасибо за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по строительству Никита Никулин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok